В селах Кенель Черкасского района этот мобильный ФАП – желанный гость. Здесь можно сделать и прививку от коронавируса, и диспансеризацию пройти. Да, удобно то, что ФАП мобильный приезжает по деревням. Это очень удобно. У нас, в принципе, район большой и отдаленность большая очень. Жительница села Мария Ильина делится. У неё двое детей и пожилой отец, о здоровье которых она беспокоится. Поэтому каждые полгода делает прививку от коронавируса. Говорит о приезде ФАПа жителям заранее, сообщает медсестра. Рассказывает, какие процедуры и когда можно сделать. Проходим, удобно, никуда не тратиться, не ехать. У нас тут автобусов нет, добраться можно только на такси, потому что нам удобно очень, когда они приезжают сюда. Работа мобильных ФАПов в регионе организована в целях повышения доступности профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Бригады специалистов выезжают в села с населением менее 100 человек. Жители могут пройти диспансеризацию или сделать прививку от коронавируса. Мобильный ФАП оборудован холодильником и морозильной камерой, что гарантирует правильность хранения вакцины. Благодаря наличию такого оборудования возможно осуществление проведения диспансеризации, медицинского профилактического осмотра взрослого населения. Также возможно осуществлять вакцинацию. Там есть и гинекологическое кресло, и кушетка, ростомер, глюкометр, аппарат ЭКГ, биохимический экспресс-анализатор крови. Кенель-Черкасскому району мобильный ФАП передал губернатор Дмитрий Азаров 1 апреля 2021 года. За это время помощь получили более тысячи пациентов. Специалисты напоминают, спустя полгода после первичной вакцинации от коронавируса необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риски тяжелого течения болезни. Виктория Шарая, События.